Кайтборд НОБЕЛЬ Господа, добрый день! А здесь каждый день именно такое, потому что мы находимся на кайт-станции Кайтборд в Анапе. Меня зовут Мазалевский Денис, и сегодня настало время поговорить о новых кайтбордах от компании НОБЕЛЬ. И это будет кайтборд NHP. Кайтборд NHP в линейке от компании НОБЕЛЬ относится к, так скажем, продвинутой серии. И среди них есть 2HD, есть 50-50, и вот можно сказать, что NHP. Эта модель появилась несколько лет назад, достаточно, можно сказать, уже давно, может быть, лет 5-6 назад. И она характеризовала собой появление, скажем так, новой эры у компании кайтборд. Модель NHP относится к продвинутой серии кайтборд в компании НОБЕЛЬ, и это потому, что здесь применены практически все технологии ноу-хау компании, которые придуманы к этому моменту. Среди технологий, которые применила компания в этом кайтборде. Несколько лет назад впервые, по-моему, именно на NHP появилась технология Human Technology. Это разная длина кантов заднего и переднего. Задний кант чуть длиннее. Помимо этого, в компании НОБЕЛЬ применяется, так скажем, волновой конкейд. Здесь несколько вогнутостей на днище и достаточно большой рокер. В конструкции используется дерево и много пластика, такого специального спинниного материала, который облегчает кайтборд. На самом деле, если берем в руку практически любой кайтборд компании НОБЕЛЬ, можно обратить внимание на то, что они чуть-чуть легче, чем многие другие кайтборды у других компаний. Канты традиционно тонкие. Лет 7-8 назад компания НОБЕЛЬ вышла с тонкими концами на рынок и совершила, так скажем, некий переворот. Канты помогают хорошо вырезаться. На кайтборде используется традиционная навеска IFS. Это система разработанных несколько лет назад. С помощью специальных флажков можно практически финишную структуру на этом кайтборде прикрепить очень быстро, буквально за один клик. Система работает очень удобно и доступно. Но есть некоторые, скажем так, замечания, которые у нас уже накопились за период тестирования этого кайтборда. И этих замечаний по именно навеске, по тому, как она прикручивается и разбирается, вы можете посмотреть в предыдущих наших обчетах, например, в кайтборде НБЛ или Т5 на нашем канале. Что касается характеристик на воде. Первое, наверное, и самое главное, что стоит заявить, это доска. Это нам очень нравится. И более того, не первый год. Называется она тоже NHP, и практически все наши знакомые, у кого есть доска именно этой модели, очень ей довольны. Почему? Первое, доска очень хорошо вырезается на ветер, несмотря на, скажем так, на значительный рокер. Мы не можем сказать, что этот рокер, который сейчас мы здесь наблюдаем, он какой-то маленький. Нет, он достаточно существенный. Но, несмотря вот на это, доска хорошо вырезается на ветер. Потому что у нее есть двойной конкейт. В помощи этой характеристики доска, как я говорю, хорошо идет на ветер и достаточно тонкие конты. Поэтому даже новички, которые берут этот кайтбор первый раз в своей жизни, они не испытывают вопросов с тем, чтобы вырезаться на ветер. Помимо этого, благодаря вот этому двойному конкееву, так скажем, волновому конкееву на дне, доска очень хорошо приземляется. И когда вы в больших амплитутах приземляетесь после своих прыжков, вы такое впечатление, что встаете как бы даже на рельсы. То есть, хорошая, и можно сказать, что ты видишь, хорошая, отличная стабильность на приземлении. Благодаря вот этому большому рокеру доска отлично отталкивается. То есть, есть такая, знаете, характеристика, как сказать, мягкость. То есть, доска вызывает действительно неподдельную улыбку, когда вы первый раз ее берете и толкаетесь, и потом после этого приземляетесь. Все выглядит как будто легче и как будто предсказуемо, как будто она специально ждет от вас именно этого. Доска выпускается в трех размерах, 130, 134 и 138, как в моих руках. Вот у 138 доска имеет достаточно большую ширину, 43 сантиметра. То есть, нужно понимать, что доска широкая. Вот что касается именно моего веса, вот там в районе 72-73, вот эта доска чуть-чуть широковата для моего стиля катания. Поэтому, наверное, вот доску 138 можно посоветовать тем ребятам, у которых вес за 85 килограмм, и они будут получать много удовольствия катания на этой доске. Те, кто полегче, наверное, все же стоит выбрать доску в размере 134 или, может быть, даже еще меньше. В случае с доской NHP мы можем рекомендовать ее даже для катания в ботинках. У нас была такая практика, мы использовали эту доску, катаясь в ботинке в стиле вейк-стайл, и она действительно отлично подходит даже для этого стиля, несмотря на то, что в компании Нобель есть другая доска, называется 50-50, которая специально предназначена для того, чтобы мочить как-то там по жесткому. Так вот, эта доска, в принципе, можно сказать, что ничем сильно не хуже, и это реальная конкуренция. Итак, ребят, для кого же этот кайтборд? Ну, покатавшись, нечестно признаюсь, не первый год доска чуть-чуть меняется из года в год, но, в принципе, концепция остается той же. Это доска для, как правило, опытных райдеров, то есть для тех, кто уже покатался на каких-то более простых досках и ищет каких-то других эмоций, так скажем, что-то новенького, что-то более острого. И вот этим ребятам можно смело рекомендовать. То есть это продолжающие и продвинутые райдеры. Безусловно, если вы полный новичок и тоже хотите выбрать сразу крутую доску, то, наверное, берите вот эту, 138 на 43. Благодаря их ширине она хорошо вырезается в слабый ветер, не будет вопросов в этой дисциплине, и вы сразу возьмете себе доску на много-много-много-много, да, и еще раз, много лет вперед. Но, в первую очередь, для тех, кто прыгает активно, кто прыгает много, в принципе, видит свою, скажем так, епархию на воде только для того, чтобы заниматься какими-то прыжками, фристайлом на крюке, фристайлом на крюке и без крюка, разного рода прыжки, жесткие приземления, агрессивные развороты и вообще любое разное веселье на воде вот для этой доски показано. Мало кто возвращается после катания на этой доске без улыбки с водой. Это был обзор кайтборда NHP от компании Нобель. С вами был Музалевский Денис. Это кайт-школа Кайтвод в Анапе. Всем до встречи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok